Мы продолжаем с помощью Всевышнего переводы и комментарии книги Натвей Габриэль по законам Йомтова, Лерифо Шлема Шерей Сабацони, Невихол Исраэль, и мы дошли до четвертой главы, Схита Вихолива, выжимание и доение коров. Да, казалось бы, что-то далекое такое, додоить там животных. На самом деле всего несколько десятилетий назад в Израиле в начальной стадии в кибуцах в основном это был, может, самый наболевший вопрос, самая большая проблема была с соблюдением субботы, было доение коров. Тогда же не было автоматических, видимо, способов, чтобы она сама доилась. Правда, здесь речь идет про Йомтов, там шла речь про субботу. Большая проблема, чем в Йомтов. В Йомтов не так много этих Йомтов, тем более в Израиле, несколько дней в году. А вот суббота, это была большая проблема, что нанимать всегда араба, чтобы он доил по всем субботам коровы было почти невозможно, потому что, ну, понятно, что бизнес так не делает, что они пытались стать независимыми, да, и построить страну, а как можно постоянно иметь человека, которого фактически, если ему платить постоянную заплату, тогда евреи там не нужны, а если он платит только за этот день, то будет намного дороже. И, в общем, это все было неудобно очень. И поэтому было только единственное предложение Хазуныша из харидимных равинов, и единственное предложение было доить на пол, да, что одну седьмую продукцию терять. То есть религиозные кибуцы, религиозные евреи в кибуцах, да, должны были уничтожать, значит, одну седьмую лака, потому что не доить корову это невозможно. Она будет, да, ей плохо, если ее не доят один день в неделю, да, шесть дней будут доить, а седьмую, а седьмой день она будет, у нее будет болеть, там. Вот, поэтому доить приходилось, но, во всем случае, Хазуныш говорю, на уничтожение доить. Вот, а Равкук, соответственно, нашел хетер доить, чтобы попадало в хлеб или во что-то, да, чтобы сразу же жидкость снова попадала в твердое. Да, дело в том, что это есть супер в Талмуде, насчет выжимания, насчет доения, что выходит там по большинству решением, что нет запрета, если попадает сразу же снова в пищу. По этой причине разрешают, например, выжать даже виноград, тем более лимон или что-нибудь такое, выжать, скажем, еду. Да, нет запрета по многим решениям, и так, что Ханарах, в общем, приводит, как главное мнение, в субботу взять гроздь винограда и выжать в пищу, в кашу какую-нибудь, да, в твердую кашу какую-нибудь, или в какое-то, да, что-то твердое. Вот, но проблема была еще в том, что в этих кибуцах они хлеба брали немного, клали, да, а молока они много выжимали. В общем, это как бы этот хетер был очень слабый, хетер, и в основном с ним не согласились. Но я видел письмо Рава Хайзера, между прочим, из Вильнюса, который был главным районом Вильнюса, и был Гаду Ладор в свое время еще, да, в поколении до Хазаныша, можно сказать, да, в поколении Хофицхайма. И он таки там тоже пишет, что интересно, что касается доения, типа, спросите у Рава Кука, что это все, он пусть там решает. То есть интересно, что, при том, что потом имя Рава Кука стало очень негативным для многих групп, да, разных, очень справо относящихся Харидим. Но когда-то такой великий раввин, как Рава Ойзер, да, Равхай Мойзер Градецкий, да, он, может, неправильно принес его фамилию, но, в самом случае, вот Шуват Вахейзер, называется его многотомник Шуват Вахейзер, так вот, там он пишет, что спросите у великого раввина Рава Кука, примерно так он его называет, да, что если насчет доения, то, что вы пишете, вы, говорит, у него спросите. Вот, то есть не знаю, согласился ли он с этим Градом или нет, вряд ли, но, во всяком случае, то, что он считал, что это, как бы, Мара Деатра, да, что главный раввин там Рав Кука, его могут, если на что положить, если на него слушаются, похоже, это так. Вот, позже, как я сказал, из-за политических причин, из-за того, что Рав Кук был за сионизм, в общем, собственно говоря, его псах здесь тоже проскальзывает именно желание, ну, помочь движению сионистов. В всяком случае, так как он был за сионизмом, то потом его имя прошло через всевозможные, так сказать, негативные, через всю грязь его, так сказать, протащили, и кончилось дело тем, что сегодня его почти никто не цитирует среди харизивных раввинов, да, только среди раввинов рабанут решит, да, то, что называется в Израиле хардаль, знаете, здесь такое у них выражение, хариди лиуми, в смысле, что есть, ну, обычный, типа, моден ортодокс, да, или, можно сказать, эквивалент, близкий к моден ортодокс, там, это религиозные сионисты, да, дати лиуми, и есть обычный харидин, а есть что-то посередине, хариди лиуми, то есть они соблюдают как харидин, а верят в сионизм, можно так, наверное, назвать, так вот эти хардаль, да, хариди лиуми, они, многие из них работают, в том числе, на государство, да, как бы, ну, решит, и они, соответственно, могут цитировать Рава Кука, а вот среди обычных харидин таких вот, которые, ну, знаете, литовские решивиши, мир и так далее, там почти не находится это, вы знаете, вот, например, есть такое, такое издание Рамбама, самое лучшее издание Рамбама, это называется Франклин Рамбам, если вы слышали, это такой фиолет, близко по фиолету цвет такой, красноватый, темно-красный, что ли, цвет у этих томов в более позднем издании, и они самые популярные виды Рамбама, потому что, конечно, не только сам Рамбам важно, важны к нему комментарии, и сноски, и разные там алфавитные указатели, и разные там кросс-референс, как говорится, да, что когда от Рамбама говорят, кто еще это обсуждает этот вопрос, вот они сделали огромную работу, там целый колол над этим работал, и это называется Франклинский Рамбам, они уже закончили его весь теперь, так вот, когда там были законы Шмидты, они сначала, тот, кто занимался вот этим томом, он приготовил все сделанное, и там очень много цитировался Равкук, но глава, так сказать, этого проекта, он сказал, что нет, да, мы хотим, чтобы наш Рамбам был принят в Яшивском мире, и главное для Яшивского мира это было сделано, хотя в результате он принят всеми был, но, по крайней мере, Яшивский мир это основной, так сказать, клиент, и мы не хотим, чтобы там, да, постоянно цитировался Равкук, и, в общем, получилось, что они все это убрали, просто прочистили, и не осталось вообще там ничего, вот, поэтому я хочу сказать, что грустно или весело это, но, по крайней мере, вот такая вот ситуация сейчас, что, как бы, много очень неправильной информации, и люди забыли, что, на самом деле, Равкука цитировали такие мудрецы, и, при том, что они не согласились с его сионистскими идеями, без сомнения, но это не значит, что его считали, как бы, врагом номер один, как некоторые, да, просто считали его раввином, у которого какие-то есть определенный идиот, который, может быть, с другой, другая часть еврейского народа не согласна, такое уже было всегда. Квархая льоламим, да, скажем, Раби Акипа поддерживал тоже своего рода сионизм того времени, да, если можно так выразить, да, восстание Барковба, которое привело к смертям множества людей, но он считал, что Барковба, возможно, и Машех, и он это поддерживал, а позже оказалось, что он не прав, и из-за этого его ученики погибли, в том числе, и множество других людей, и были же раввины, которые говорили о Акипе, типа, Раби Акипа, ты, Акипа, ты, когда умрешь, уже покроется твоя могила зеленью, да, там, плесенью, или что-то такое, еще не придет, мохом, я не знаю, еще не придет Машех, да, куда ты так торопишься, да, почему ты решил, что уже Машех пришел, где Машех, но Раби Акипа, похоже, считал, и так сообщал своим ученикам, что это кандидат Машехи, поэтому того, что разные раввины по-разному считают, в такого плана вещах, в политических вещах, никому в голову не приходило из-за этого устраивать такой махлокот и, да, и превращать ими раввина в грязь, вот, поэтому мне кажется, конечно, многие ультра-харидин сразу скажут, что есть большая разница, и я не пытаюсь сравнить Раби Акипа с Раун Куком, наоборот, значит, сказать, что, в принципе, политические решения раввины всегда могли принимать неправильно, и у нас есть уже достаточно примеров из Танаха, из Талмуда, из Медрашей, вот, и если Рав Кук считал, значит, что есть такая возможность, как медленная Геула, да, через сначала нерелигиозных, и так он понимал вещи, то право или неправо, невозможно, так сказать, закрыть глаза на его знания великие, и поэтому, и на то, что, в общем, среди большинства долем он был принятым человеком, да, потому что среди хасидов многие, польские хасиды, относились к нему очень уважительно, да, только в Венгрии, где было очень большое, там они и Агуди были оппоненты, в Венгрии, в общем-то говоря, в Венгрии, в Румынии в особенности, там они были не только против сионизма и низрахи, они были против Агуды тоже, они Агуду не пускали туда, они были самые ультра, так сказать, вот, вот, Садморский всегда был против Агуды, с самого начала, еще, когда Агуда имела всех долем тогда почти, да, когда Агуде принадлежали Хофицхайм и другие мудрецы велики, и тогда уже Садморский был против Агуды, вот, я не говорю про более поздний период времени, когда Агуда уже стала фактически мало отличаться от низрахи в более позднем поколении, окей, неважно, в всяком случае, насчет выжимания, так сказать, доения коровы, это не такая уж и маленькая тема была совсем недавно, но сегодня, конечно, нам это не так уж интересно, эта тема, особенно в Йомтов, да, вот, выжимание фруктов это более полезная тема. Итак, выжимание, хотя, говорит, это работа, которая нужна для еды, и казанского, холне, слышишь, все равно казаль ее запретили, то есть он хочет сказать, что это запрещено раввинами, не торой, и даже, говорит, если не мог он до Йомтова выжать, и даже, говорит, если это испортится, то есть, допустим, если, ну, холодильников же не было, допустим, если выжать сок какой-то, он мог к следующему дню испортиться, и все равно не разрешили сам Йомтова выжимать. И даже необычным скотом запретили. Поэтому нельзя выжимать, да, никакие виды фруктов, даже собираешься сразу пить, но если очень требуется, можно спросить раввина, да, видимо, есть какие-то мягкости в этом. Но, да, и он пишет, что в том числе даже нельзя делать сок из апельсинов, да, тапузим их на сегодня называют, на современном иврите, да, тапуз, топор, загав, золотое яблоко, да, это апельсины. И тем более из винограда, да, потому что считается, что в субботу выжимание винограда и олива, это исторы, выжимание же апельсинов, лимонов и так далее, оно не исторы, по подавляющему большинству мнений, может даже по всем мнениям. Более того, есть даже некоторые, кто разрешают полностью выжимать все остальное, да, кроме определенных вещей, типа гранатов, из которых все время делали сок. Но все остальное, из чего в основном сок не делают, да, лимоны используют также часто не для сока, как для сока, да. Может быть, в основном лимоны используют не для сока. Так вот, в основном случае, то, что используют в основном не для сока, было бы разрешение даже в субботу их выжимать. И даже не в пищу, а просто в стакан. То есть, теоретически, если в каком-то месте лимоны, лимонный сок в основном не пьют, а лимоны едят так, то можно было бы выжать лимон в стакан. В субботу, по многим мнениям. И, тем не менее, вот он, видите, пишет, что orange juice, да, апельсиновый сок нельзя выжимать даже в емту, потому что тем более в субботу, даже в емту. И причина, видимо, в том, что сегодня, без сомнения, очень много апельсинов идет именно на сок. У нас, во-вторых, в Америке, больше людей пьют сок, чем сам апельсин едят. Апельсин тоже популярный фрукт, но в сравнении, да, почти любой американец выпивает стакан или два апельсинного сока в день или в два дня, а съедает апельсин не каждый и не так часто. Поэтому в основном у нас все для сока. И даже если это было бы пополам или близко, во-вторых, то, наверное, это было бы так. Во-вторых, если часто апельсины используются для сока, то уже их нельзя выжимать дарабанан. И, соответственно, в емту тоже нельзя. То есть в этом закон одинаковый, в емту, в субботу. И даже необычным способом нельзя выжимать. А некоторые разрешают, в особенности для детей или для больных. И можно выжимать лимон только в пищу, как в субботу. То есть, опять же, лимоновый сок считается достаточно распространенным, поэтому нельзя лимон выжимать просто в стакан. Кстати, обычно это невкусно все равно. Но он может иметь в виду с водой, например, да, лимонад сделать. И говорит, хотя в субботу мы обычно стараемся для отхила быть строгими, и даже в пищу не выжимать оливы и виноград. Потому что так как выжимание винограда и оливы в этой сторой запрещено, то выжимать его в пищу лучше не выжимать, потому что есть мнение, что запрещено даже в пищу, и так как это сафик и субдерайта, лучше быть строгим. Но, говорит, в емту можно быть мягким для отхила, то есть выжимать виноград в пищу. И можно выжимать овощи, чтобы наоборот убрать их сок, да, хочешь отделаться от сока овощей, да, и съесть сам овощ, да, чтобы он не портился, например. И желательно, когда человек сходил в мику, например, или вот у него очень промокли волосы, пусть он не вытирает их полотенцем, да, много по закону можно. В смысле, на самом деле в субботу мы после мику вытираемся полотенцем, и просто желательно осторожно это делать, не сильно нажимать, да, так сказать, аккуратненько обмакнуть. Но если охроним, который запрещает вытираться полотенцем в субботу, так он хочет даже в ёмтах быть строгим для отхила, но, говорит, что по закону можно. Но сегодня большинство и в субботу и в ёмтах вытираются полотенцем осторожненько. И можно, говорит, вытереть стол, на который что-то разлилось, бумажками, да, салфетками. И запрещено намочить бумажку, чтобы что-то вытереть, да, если хочешь вытереть что-то мокрой бумажкой, нельзя для этого мочить. Только чуть-чуть можно, говорит, капельку намочить. Можно намочить ватку, которая при, которая намотана на кончик чего-то. То есть, я думаю, что это называется, да, это по-английски называется Q-tip. Q-tip, он потому что похож на английскую букву Q на концах. Это такая палочка, да, как спичка чуть больше. И на двух концах у неё кусочки ваты. Он говорит, что можно её намочить немножко. Почему он разрешил это? Он же до этого не разрешил намочить что-то, что будет выжиматься. Выжимать же ничего нельзя в ёмтах. Он говорит, что потому что, так как он держит это за палочку, да, когда вытирает, то это не считается так уж выжиманием, да, он ни руками, ни нажимает на саму вату. То есть, есть такой хетер, я не уверен, что он прав насчёт Q-tip, сам Мацов, я не уверен, что он правильно понимает. Но, во всяком случае, идея такая, что если человек держит, например, губку палкой, то даже немножко выжимается, это разрешается. Есть диспут решение, почему именно разрешается. Но, он хочет сказать, похоже, что в случае Q-tip, это как швабра, на которой намотана губка, да, или что-то в этом роде. И говорит, нельзя, многие запрещают использовать wipes по-английски. Это такие, знаете, салфетки, намоченные алкоголем или водой, спиртом, да, чем-то, чем вытирают потом. Обычно детей маленьких им вытирают. И они сделаны, чтобы их выжимать. Когда нажимаешь на них, из них выходит жидкость впитанная. Поэтому это получается тоже выжиманием, которое запрещено. Но, говорит, можно до Йомтова их выжать, и потом сохранить их в пластике, чтобы не портились, и потом их использовать. А некоторые разрешают, что говорят, что эти wipes, они не такие уж мокрые, и можно разрешить. Но, говорит, это только мы разрешаем, если очень требуется, и если не нажимаешь на них сильно, да, то есть аккуратненько ими вытереть с поверхности, тогда сойдет жидкость, да, этот спирт, а изнутри не будет выжиматься. Если у человека, кстати, сегодня в Америке они стали продавать такие wipes, которые сделаны из синтетики. И у них гораздо большая мягкость, что, во всяком случае, у них запрета тора точно нету, когда выжимаешь. Это про субботу такой же закон, как Йомтова, между прочим, все эти вещи. Если у человека есть на руке, например, бинт, или, скорее, он имеет в виду пластырь, наверное, то можно мыть руки. Нет проблемы с тем, что как бы моет этот бинтик или стирает его. И, в общем, все эти законы, они такие же, да, в Йомтов, как в субботу. И можно брать, видимо, у меня тут земляной орех, да, это пинац по-английски, в Йомтову и разбирать их. Что даже те, кто в субботу считает, что это запрещено, мы и в субботу никто это не запрещает у нас. Шавет Олеви все время запретил это в субботу, и никто с ним не согласился. Но хочется сказать, что в Йомтову это не проблема точно. Я не знаю, почему он движет здесь, так что это совсем о другом речь там. А, я знаю почему, потому что это Даш тоже, это своего рода Даш, по некоторым мнениям, что это не относится к выбиранию, к Борер, а к работе Даш. Так как выжимание Даш это один и тот же корень из этого, Даш это саморабота, а выжимание Схита это Толда от Даш, по многим мнениям. Поэтому он сюда поместил этот вопрос, да, потому что для нас больше похоже отделение скрупплот-ореха не на Дишу, а на Борер. И в отношении Борера у него будет другая глава. Теперь, женщина, которой много молока, и она кормящая женщина, да, она может уничтожить лишнее молоко. То есть это вот как мы говорили про корову в начале урока, что невозможно ее не доить по субботам. Так же легавдил женщина, если она не будет выжимать как-то молоко, и будет плохо чувствовать себя от этого. Поэтому так она не может его, да, если ребенка нет в этот момент, или ребенку не хочется, то если она не может терпеть, то она может выжить просто, чтобы ушло молоко прямо в раковину, например. И, или может, если она использует что-то, чтобы вытащить, да, молоко, чтобы как бы его отсосать, да, то поставить в бутылку, в которую попадает, положить туда что-то, что испортит это молоко, да, там много соли положить, например, что-то, что будет сразу это молоко портить, чтобы молоко, как говорится, шло на ибут, да, на ибут, на уничтожение. То, кто очень голодный, может прямо пить молоко животного и соски, да, хотя, мы скажем, что нельзя доить животных емтов, но можно пить прямо молоко и соски голодному. Что считается необычным способом мифорек, да, необычный способ диши, возможно, да, и поэтому это можно, когда человек очень голодный. Это вся теория, кто сегодня будет так делать, противно же. Бхейма, да, животное, которое растет, чтобы давать молоко, то есть его не для шхиты, да, не для мяса выращивать пока, а для молока. Оно говорит, запрещено из него молоко это доить в емтах, а если, говорит, даже молоко это не еврей доил, то запрещено в сам день этот использовать, да, но мухца на емтова нельзя его использовать. А вот если он доил в еду, тогда можно. Он говорит, все равно лучше быть строгим, но, согласно с этим, можно, если требуется спросить уравина, если в еду доят, то нужно спросить уравина, вот так он пишет. Как-то он сейчас говорит не про вопрос, когда не еврей доит, а про вопрос самого еврея, что можно ли доить в еду. Это то, с чего я начал наш урок. Если животное для еды, наоборот, находится, то есть это животное, оно растет не для молока, а для еды, его собираются зарезать, но у него есть молоко, да, у этой коровы, тогда можно это молоко доить прямо в еду, но нельзя в пустую кастрюлю. А некоторые говорят, что даже если молоко, если животное для молока пастит, пока его держат для молока, все равно можно в еду. Кажется, он хочет сказать, что есть мнение, что молоко от животного мукится только в случаях, когда не само животное находится для того, чтобы его выжимать, ну, доить, а когда именно хотят сделать сыр с этим молоком. Но от того, что хотят достать молоко, еще же не становится мукцей. И на это, получается, можно положиться, если требуется. Вот это все я не очень стал вдаваться в эти подробности, потому что это все случается чрезвычайно редко, и я думаю, большинства из нас своих коров нету, и это все нереально. А вот следующая, глава пятая, она гораздо более имеет практическое применение, а именно это Брира. То, что мы уже говорили, что Брира, здесь кое-что разрешили, кое-что запретили. Есть мягкости в Йомте по своей субботой. Значит, в субботу мы знаем, что нельзя делать Бриру, кроме как если есть три условия обычно. Есть много исключений, правил точных, но основные условия три. Что то, что ты выбираешь, нужно использовать сразу. Если это еда, значит сразу съесть. Или положить перед гостями, или что-нибудь такое. И, во-вторых, нужно брать то, что требуется, а оставлять то, что не требуется. То, что называется хорошее от плохого. Выбираешь хорошее от плохого. И третье, что нельзя использовать сложных приборов, типа сица, чтобы процеживать, или что-нибудь такое. Можно использовать только самое простое. Кроме руки, еще разрешают ложку. Иногда даже ложка, если имеют дырочки, или если человек специально сцеживает с помощью ложки, или вилка тем более, которая иногда используется как своего рода процеживание. Это все нельзя. Просто достать вилкой огурец из банки, это будет можно собирать, сразу его есть. Или достать ложкой этот огурец, не процеживая ничего. Получается, что три условия. Простое приспособление или рука используется. Берешь то, что нужно, и сразу же ешь. Или в ближайшем будущем собираешься это есть или использовать. Это три условия. Вообще, насчет ложек, кстати, там есть определенные пилпулы. Некоторые запрещают ложки вообще. Или разные вилки. То есть, они не так просто, как я только что сказал. Но, по крайней мере, я пытался упростить немножко. Многие из нас уже хорошо знают законы Боррера. Я не стал вдаваться в детали. А вот здесь, насчет Йонтова, у нас есть много мягкости. И он говорит, что, так как бывает, что выбирают сразу надолго, то это тоже попало в категорию вещей, которые, хотя это для еды, но то, что делается надолго, они обычно запрещают, частично или полностью. Но вот то, что обычно выбирают во время еды, и ненадолго, это разрешили выбирать. Так вот, разрешили выбирать плохое от хорошего. Но только если собираешься сразу же съесть. И, говорит, желательно было бы сделать все Боррера тоже до Йонтова, да, не оставлять его на Йонтов. И, если, говорит, получилось, что он уже выбрал, и потом оставил, да, что он не сразу стал использовать, то это ничего страшного. Так же, как и в субботу. Если он выбрал, например, себе какую-то еду, а потом не стал ее есть, или передумал, или не потребовалось, или столько не съел, сколько надеялся, то это не проблема. И, то, что говорит, невозможно выбрать заранее, да, например, в предыдущий день, или то, что вкуснее будет, если выберешь сам этот день, да, что если выбираешь заранее, он портится быстрее, например. То тогда, можно ли от хила, соответственно, это выбирать, и, говорит, можно даже использовать с помощью Мисс Ненет. Мисс Ненет это, вообще-то, сица какое-то, кажется. Я немножко удивляюсь, потому что сразу после этого он пишет, что нельзя использовать специальный прибор для выбирания, который сразу много выбирают. Поэтому, какая разница между этим друшлаком, да, который он только что разрешил, и прибором для выбирания, которым сразу много выбирают, это же оно и есть. Поэтому я не очень понял этот писак насчет друшлака. Если это можно, то тогда можно и подобными приборами. И тот, кто, значит, выбирает емтов, он выбирает самым простым способом. Он может выбрать плохое от хорошего, как мы сказали, может хорошее от плохого, то, что ему более удобно. И еще есть некоторая мягкость. По некоторым мнениям, не обязательно выбирать, чтобы сразу же использовать. То есть, есть мнение, что даже если выбираешь сейчас то, что будешь есть там через несколько часов, на третью трапезу, например, то тоже это можно. Другие мнения так считают, что нужно перед едой выбирать, точно как в субботу. И можно, говорит, снимать с рыбы чешую, но это все понятно. И можно выбирать кости от рыбы, да, то, что в субботу есть определенные проблемы с тем, как человек ест рыбу или курицу, как выбирать кости, потому что плохое от хорошего нельзя. Некоторые, и сифады, в том числе, этому следуют, говорят, что прямо в момент еды, не перед едой, а прямо в момент еды, можно выбирать даже плохое от хорошего. То есть, когда человек ест, он может отбрасывать кости во время еды. Но многие поски не согласны с этим полностью. И получается, что в субботу большая проблема. Поэтому делают фаршированную рыбу и другие виды, пищи, где у меня нет костей маленьких, которые очень трудно с ними есть, так, чтобы не сломать запрет. А вот в ёмтов нет никакой проблемы, да, выбрасывать кости, пока ешь. И если попал также, например, в суп попала муха, в субботу эта проблема, и нужно там выбирать вместе с немножко супом, а нет, тогда же нужно отливать суп, пока не вылится муха. А в ёмтов этой проблемы нет, потому что плохое от хорошего разрешается выбирать. Но, говорит, все равно некоторые говорят, что и в ёмтов немножко взять супа с этим. Я не знаю, почему, и зачем быть более махмер, чем другие виды бора. Да, мы же разрешаем бора делать плохое от хорошего в ёмтов. Да, и также можно снять пенку с молока. Это все разрешается, потому что, опять же, это все в субботу было бы запрещено, но в ёмтов это все можно, потому что плохое от хорошего можно. Даже в субботу в некоторых случаях такие вещи разрешаются. Если это съедобное что-то, да, и при определенных расстраиваниях разрешают убрать то, что большинство людей бы с этим прямо пили. В общем, как бы там ни было, он интересную хумру приводит, чтобы в ёмтов тоже взять немножко молока с этим, не брать только пенку. Это была бы хумра хорошая для субботы, и так бы по букве закона в субботу. Но то, что он в ёмтов это пишет, это кажется слишком большая хумра. И можно также снимать шелуху там или кожуру, да, с фруктов, да, и можно даже использовать специальный прибор для этого, то есть не ножа, а вот эту штуку, которую соскабливают, да, снимают именно пилор по-английски, да, то, с чем снимают кожуру, срезают. И если, говорит, перемешано с фруктами или овощами какое-нибудь что-то несъедобное, то, что большинство людей не будут есть, то нельзя это бросить в воду, чтобы всплыло одно и осталось внизу другое. Например, допустим, пища твёрдая, а шелуха мягкая, лёгкая. Пища тяжёлая, а шелуха лёгкая. Проще всего было бы просто сбросить это в воду, да, шелуха останется на поверхности, а внизу попадёт то, что мы хотим есть. Так вот это нельзя делать ёмкого. Это, видимо, считается, как выбирание с помощью прибора. А это и в ёмкан нельзя. Но, говорит, можно прополоскать под краном, да, чтобы вода смыла псолет, да, лишнее, то, что не нужно. И также можно косточки вытаскивать из фруктов и так далее. Опять же, большая проблема в субботу. Есть арбуз, например, с косточками или что-нибудь такое. Потому что как поступать потом, чтобы не сломать субботу? Чтобы не вытаскивать плохое от хорошего. Ну, для сифанди можно положиться, что в момент еды это можно. А для шкенади, получается, приходится есть и выплёвывать, или ещё что-нибудь такое. А, получается, в ёмкан этой проблемы нет. Можно есть любые фрукты и выбрасывать плохое. И можно, говорит, вылить в ёмкан жидкость, которая осталась от рыбы или от мяса, в другой сосуд и оставить на следующий день. Да, так, отлить жидкость. Если человек нашёл яйцо с капелькой крови, в случаях, когда яйцо само не станет не кошерным, нужно только кровь выбрать, да, в то, что хазар запретили, есть то, что выглядит как кровь. Поэтому, даже когда яйцо само кошерное, в наше время все яйца, в основном, они, в Америке, в основном, они not fertilized, как говорится, там нету петухов, это яйца только от курицы. И, в принципе, если есть кровь, то можно яйцо само есть, нужно только выбросить эту кровь. Так вот, можно выбросить эту кровь в ёмкан, да, и не считается это бодр. Опять же, плохое от хорошего можно в ёмкан. И, говорит, нельзя делать сыр в ёмкан или сметану, да, то есть класть, ставить молоко, чтобы, например, при тепле или с помощью какой-то кислоты, да, там, лимонный сок-то налить, чтобы отделялось, да, густое от кум, да, от вот этой жидкости, остающейся после молока. Вот это нельзя делать ёмкан специально. И можно, говорит, в ёмкан сдирать со шкуры птицы, да, с кожи птицы, сдирать волосы её. Да, если варёную курицу человеку дали, там волосы не были хорошо сняты, им, то можно в ёмкан это делать. И можно процеживать вино обычным способом, да, в субботу нужно необычным способом процеживать вино, если человеку неприятно, там, какие-то комочки в вине, например. И также, если человеку нужно вермишель достать из воды, можно слить воду, да, и процедить. И можно использовать дуршлаг для этого, он уже это писал. И также можно горячую пенку снять с молока варёного. И можно выливать из одного стакана в другой, так, чтобы жидкость перешла в один, а твёрдая осталась в другом. В ёмкану это можно делать. А некоторые, конечно, немножко жидкости нужно оставить вместе с пенками, да, с чинками, там, во втором стакане тоже, чтобы не, 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 так сказать, не до конца доливать. И можно использовать чайник, в котором чай с пенками, да, или заварка с пенками, можно использовать у него, когда в уносе, когда находится тоже, типа, маленького дуршлага такого, да, маленькое процеживающее устройство, чтобы чайники не падали в чай. Да, то, что мы сказали, что дуршлаг можно использовать в ёмканах, и, соответственно, можно вот такой маленький дуршлаг использовать для того, чтобы чайники оставались. Вот, суббота это всё нельзя. И можно вытаскивать плохое, что застряло в раковине, да, когда в раковине сливают то, что осталось в кастрюле, например, и там стоит тоже небольшой, как фильтр, да, как небольшой дуршлагчок такой, чтобы не попадало в трубы большое количество еды, иначе может застрять там. Так вот это всё можно, это тоже такое процеживание разрешено. Так что в субботу есть вопрос, как поступать. На самом деле, в субботу тоже есть определённая мягкость, типа, определённым мнением. Но, в зерночном случае, в ёмканах это не проблема. И можно тому, кто не использует воду непроцеженную, в ёмканах её процеживать. Например, в Песах многие процеживают воду через марлю. У нас сегодня, я живём в Нью-Йорке, все процеживают воду всегда для питья, потому что и маленькие черви есть в воде. Поэтому в субботу мы такие фильтры не используем. Мы заранее всю воду, которая будет у нас в субботу, процеживаем. А некоторые разрешают при определённых обстоятельствах использовать такие фильтры, потому что, в общем, вода сама по себе, она такая же вода. Мы просто из-за запрета хотим немножко, небольшое количество возможных букашек убрать их. Не так уж много это, не то, что нам уж перемешаны в воде в большом количестве. Вода, она вполне подходит для питья. Во всяком случае, некоторые разрешают при каких-то обстоятельствах включить воду через такой фильтр и поиспользовать, потом оставить немножко идущий до этого, чтобы часть, в общем случае, воды пошла не в кастрюлю, не в чашку. Но большинство из нас, наверное, не включают, не поворачивают кран, который включает фильтр в субботу. Просто есть люди, у которых фильтр поставлен общий, у них вся вода теперь фильтруется. Когда были открыты эти букашки в Нью-Йорке лет 10, чем-то назад, 15 лет назад, то тогда многие установили общий фильтр. Это гораздо дороже получается, на самом деле у них вся вода идет через фильтр тогда, даже когда они посуду моют. И в такой ситуации в субботу у них выхода нет, они не могут отключать там ничего. У них и в субботу все идет, соответственно, через фильтр. Он говорит, что в общем выбирание одежды, выбирание вещей, это такие же законы, как в субботу. Ну, такие же законы в том смысле, что наверняка он согласен, что можно плохое от хорошего доставать в случае одежды, да? Не обязательно доставать хорошее от плохого. Да, потому что в субботу нужно только ту одежду, которая сейчас нужна доставать. Да, если у человека, например, комок там носков разных, все вперемешку, ему нужно две пары носков, он не может выбрасывать то, что ему не нужно. Да, допустим, ему нужно даже пять пар носков, а всего их там семь. И он, да, для пяти детей ему нужно достать носки. Он не может убрать просто две пары, он должен достать все эти, которые ему нужны. Так вот, в Йомтов можно, видимо, и наоборот, просто это не такая же частая ситуация, мой пример немножко искусственный. Следующая, шестая глава про тхина, да, про толчение в Йомтов. Значит, толчение, оно и в субботу при каких-то обстоятельствах разрешено, но в большинстве видов толчения запрещены. И сейчас он будет обсуждать толчение в Йомтов, когда больше есть мягкости. Значит, в принципе, толчение это один из работ, который в общем Йомтов запрещен. Но, можно необычным образом толочь какие-то там перцы, какие-то там пряности, потому что, значит, они портятся, если до Йомтова это сделать. Я, кстати, не знаю, почему они портятся, неужели корица или подобные портятся, если их раньше растолчить. И говорит, нельзя использовать специальную, так сказать, для этого сделанную ступу, да, и даже необычным образом её нельзя использовать. Всё, что не растёт из земли, например, рыба, мясо и так далее, их можно толчить даже в специальной ступе. То есть, получается, есть место разрешить через мясорубку пропустить мясо, скажем. Если человек хочет котлеты в Йомтов сделать, то он может теоретически мясо пропустить через мясорубку. Говорят, что всё равно нужно сделать необычным образом. В самом случае, я видел в каких-то книгах, чтобы поставить там, чтобы она падала, например, это мясо, фарш, это не в кастрюлю, а не в миску, а на бумагу, например, или что-нибудь такое. Хрен, говорит, запрещено растирать на тёрке даже необычным образом. Так что он говорит, его делают сразу на много дней. А некоторые необычным образом разрешают. Например, растирать не в тарелку, не в миску, а на бумагу. Можно, да, или тёрку перевернуть. Можно картошку растереть, или лук, или чеснок. Потому что они иначе портятся, если заранее. То есть получается, что пюре можно будет растолочь в Йомтовах, это не проблема. Но тоже необычным образом. А некоторые вообще ничего не трутся с помощью тёрки в Йомтовах, даже необычным образом. Можно толочь мацу, так её уже один раз толчили, да, маца сделан из муки. То теперь можно ещё раз растолочь, даже специальной тёркой. И не нужно никакой шины, ничего не нужно менять. И это, конечно, то, что требуется в этот же день. Можно в Йомтовах резать очень мелко овощи, не нужно ничего менять, опять же. В субботу и мелкими резать считается всё равно, что толчить. Так вот, Йомтовах можно мелко резать овощи, не нужно делать это необычным образом. Ну, это, конечно, то, что требуется в этот день, опять же. Но нельзя использовать специальный прибор, которым как-то они резали. Я не уверен, что это за прибор, о котором он здесь говорит. И электрические, конечно, приборы нельзя использовать, поэтому, даже если завели с помощью таймера, да, поставили на автоматическое включение какую-нибудь мясорубку или что-нибудь такое, всё равно нельзя. Это считается зильзуль большой, да, это большая издёгка над Йомтовым. Использовать, скажем, автоматически посудомоечную машину или там мясорубку или что-то ещё, да, такие ещё звуки вдруг выходят из чьей-то квартиры. И так в Йомтов не годится. И вообще раввины были очень против того, чтобы слишком злоупотребляли таймерами, да. Одно дело таймер, который включает свет, там может быть тепло, конденсионер, а другое дело таймеры, которые поливают огород в течение субботы, там, знаете, можно сделать какой-нибудь электроавтоматический веник, который будет пылесосик, который будет автоматически ходить и пылесосить квартиру по субботам. Можно так привести к тому, что целые заводы будут работать по субботам, нужно будет только поставить их на таймер. Это не годится. Не стоит это разрешать. И есть немножко подсказка даже в Талмуде, что интересно, насчет молотилки, насчет мельницы, которая работает на ветре или на воде. И запретили использовать ее. Хотя есть диспут на счет этого и только по некоторым мнениям запретили именно из-за Зильзу, из-за того, что очень шумно это, да, Афша Милта, они говорят. Слишком это уж громкая вещь. Но, по крайней мере, для Шкенази нужно быть строгим с такими вещами. И он говорит, что можно мясорубку соединить в емтов, да, не электрическую, механическую, собрать в емтовы или разобрать. В смысле, что это не считается, как будто он там, знаете, сделал биньян, построил что-то. Маленькую мясорубку он имеет в виду. Я не знаю точно, мясорубка ли даже здесь, или какая-то ступа. Но, во всяком случае, что-то, видимо, достаточно простое. И там, это все время сделано, чтобы поставить и потом назад разбирать. И поэтому, видимо, это не считается постоянным строительством прибора. И на этом заканчивается наш урок. лекомо, лево-шлемо, и условия бр gratedшениц del безумрудная библиот sacred социацией. Продолжение следует...